Дорогие друзья, тем временем, когда народ соседней Украины мирно избирает нового президента, в нашей стране, в республике Ингушетия, происходят острые события. Граждане массово выступают за отставку главы республики, людей разгоняют дубинками, полицейских, отказавшихся участвовать в разгоне, увольняют, а ситуация продолжает накаляться. В рамках проекта «Объединение независимых блогеров» ссылки в описании под видео, мы проведем опрос по этим двум событиям и, возможно, увидим незримую связь между ними. Город Миллерово, Ростовская область, это рубрика «Глаз народа». Слышали, наверное, сейчас на Украине происходят такие события, как выборы. Что вы можете, как вы можете прокомментировать? Это как прокомментировать? Ну, надо того президента бывшего снять и срочно расстрелять, даже можно сказать так. Это Порошенко, да? Да, это Порошенко. Что будет с этим Зеленский? Ему надо командовать грамотную, умную. Ну, смотрю, вы следите за позицией? Да, смотрю программу. Ну, вот скажите, а вот если победит Зеленский, это как-то лучше будет для России? Ну, по-моему, лучше будет. Но все-таки такой, как был, уже не... ну, хуже не должно быть. Порошенко очень плохую политику ввел, да? Хорошо. Конечно, плохую политику, я за него вообще интересовался. Олигарх, ему деньги свой карман, зачем ему народ? Понятно. А еще тогда вопрос, да, вот, хотелось бы про Россию спросить. Вот, вы слышали, у нас есть такая республика Ингушетия. И вот там сейчас какие-то события происходят, вы слышали? Можете прокомментировать их? Вот это не слышал я. Ну, сейчас там забастовки, там акции протеста проходят, там людей разгоняют дубинками. Вы это не слышали? Нет, не слышал. А что там случилось такое? Ну, вы телевизор смотрите? Посмотрю, ну, за это не слышал я. За это не слышали, да? В новостях вот это сегодня 10 часов НТВ не было. Первый ключ. Это там уже давно идет это все. Давно? Да, там уже... Значит, что-то оно под секретом. Какой месяц? Получается, под секретом. А как вы думаете, почему мы это не знаем? Ну, значит, надо, чтобы народ не знал это. Значит, что-то для народа плохое намечают. Президент мне тут нравится, молодец, дисциплина. Какой президент? Ну, в Чечне, да? Нет, это Ингушетия. А, Ингушетия? За Ингушетию нет. Наверное, что одного, что другого, наверное, бесполезно. Там такие кандидаты. А вы знаете даже кандидатов? А почему бы и нет, вы думаете? А кто там? Как кто? Порошенко, Зеленский. Да вы что, по именам знаете все, да? Конечно, конечно. Я же за политикой смотрю. Хорошо, хорошо. Еще один вопрос-то, да. Скажите, вот мы к России вернемся. Из-за границы в Россию. А вот у нас в Ингушетии что-то происходит. Вы слышали? Ой, нет, за Ингушетию не спрашивайте. А что? Не знаю, я не интересуюсь. Я почему-то за Луганск, за Киев и вообще за Украину. А Ингушетия же наша страна, это же Россия. Наша, наша. Вы не слышали ничего? Нет, я слышала, но я там почти что не смотрю. Не интересуюсь. Да, выборы сейчас происходят на Украине. В основном. Выборы, да? Ну, кто победит, как вы думаете? Я думаю, если Запад не будет мешаться, значит, победит Зеленский. Если будет мешаться, значит, Порошенко. А еще кто? Западу выгодно Порошенко. Западу выгодно Порошенко, да. Ну, вы следите постоянно, да, за событиями на Украине? Да, ну, не постоянно работе, но так. Ну, я вижу фамилии, знаете, и президента, и кандидата. Да, конечно, чужих не знает таких. А вот у меня такой еще вопрос. Вы слышали, что у нас в нашей российской Ингушетии, кстати, недалеко от нас, происходят какие-то события? Ну, слышали, конечно. А что там происходит? Ну, там переворот тоже будет такой. Такое самое будет, как и, можно сказать, на Украине. Просто туда, сейчас и войска туда, все туда сейчас посылают. Просто, не знаю я, мое мнение такое, что... Как вы думаете, народ в Ингушетии надо поддержать, или их надо дубинками разогнуть? Да, поддерживать народ. Народ, да? Да, потому что народ, причем тут народ еще... Кому-то мало места, то есть мало денег. Вот так могу сказать. От чего это все происходит? Сказать, от жира. Кто-то бесится от жира, а кто-то ходит. Под магазинами стоят копейки, собирают на хлеб. Так же и в нашей России. А вы можете перечислить, кто там блокируется президентом? Зеленский, там же же выиграл Зеленский и Порошенко. 25 апреля, вроде, у них там второй тур. 19-го. Ну, там цирк, я не знаю, там такой цирк. А, то есть вы даже даты знаете, да? Ну да, в телеку показывают, конечно, все знают. Вот еще такой вопрос, параллельный. Вот в нашей стране, здесь у нас от города Миллерово, в 700 километрах, находится Ингушетия такая республика, наша российская. И там сейчас происходят какие-то события. Вот вы можете их прокомментировать? Так, там сейчас конфликт, по-моему, за территорию, да? Ну да. Чечне, по-моему, отдали, да, там часть? Да, там, да, передали землю. Ну, я не знаю. Я, конечно, там, этой информацией не владею. Вы не слышали, что там сейчас ОМОН туда перебросили? Да, чтобы не было беспорядков. Что там... Ну, если там, короче, сразу не пресечь, будет жопа. А надо пресекать? Конечно, надо. А почему люди не возмущены, как вы думаете? Ну, из-за того, что территорию, естественно, отдали, наверное, семейные какие-то там, у них же там строгость. Так, подождите, может быть, легче сделать? А землю назад вернуть людям? Ну, а это возможно, думаешь? Это невозможно. Почему? Потому что власти поперек горла станешь, и все, и тебя либо посадят, либо похоронят. Так это же войной может обернуться. Ну, конечно. Вот поэтому надо пресекать сразу же. А что лучше? Лучше война или лучше уже посидеть? Просто война – это страшное дело. То есть землю не надо возвращать, нужно пресекать? Ну, уже как-то свыкнуться, потому что по-другому не выйдет. Либо война, а война – это смерть, разруха, либо уже свыкнуться. То есть у нас две крайности остается, да? Ну, как две крайности. А третьего вернуть людям землю не получается? Не получится. Отправим. Вы слышали про события в Ингушетии? Если честно, нет. Нет, что-то пропустил я, наверное. А что там случилось? Ну, уже несколько месяцев, около трех месяцев. Не слышали? Да нет, не слышал. Что-то не знаю. А интернет? В последнее время что-то некогда. Хозяйство, работа. Не слышал, честно, не слышал. Ну, там сейчас акции протеста, забастовки против того, что землю передали Чеченской республике. И люди там бастуют. Это я не знаю. Пусть они там сами разбираются. Не знаю, я честно. Но ведь это может войну вылиться. Не считаете? Или не может? Ой. Да вы знаете, нас уже ничем не удивишь. Мы уже ко всему привыкли. К войне. Ну, война, если будет она далеко, она там будет. Меня беспокоит Украина. Я живу рядом на границе с Украиной. Вот как я уже говорил. Мы как Брестская крепость. Нас первые. Зайдут, выбьют. А до миллиарда не успеют дойти их. Остановят. А нас они положат сразу. Вы считаете, что Украина будет на нас нападать? Ну, все возможно. А зачем ей это нужно? Ну, я не знаю, зачем ей. Ну, а что, не было. Вы же, наверное, не знаете. Он же, как были тогда боевые действия. И стреляли, чтобы по нашей стороне летели снаряды. Ну, это ж... Почему? А откуда вы знаете, что Украина может на нас напасть? И вообще, откуда эти сведения? Я не знаю. Я просто думаю так. Что настроены они очень плохо против России. Понимаете? Это дурдом. По-русски сказать прямо. Кто победит? Ну, Юлю убрал Тимошенко. Не, Петя, Петя, да? Как ее помню? Ну, не важно. Заплатил. И они говорят так. Вот. И она сошла с дистанции. Но она тоже не пророссийская, никакая. Она тоже нехорошая. Тоже нехорошая, да? Тоже нехорошая. Ну, Крым возьмем, то возьмем. Что вы возьмете, ребята? Думать надо. Что против ветра писать, что... Извините, нецензурно. Что Крым заберут. Он был и останется наш, российский. Сколько людей наших полегло. Говорить уже точно. А вот скажите, вот видите, вот вы хорошо информированы, да, про Украину. А вот можете сказать, у нас сейчас в нашей стране, в России, происходит событие в Ингушетии. Очень серьезные события. Вы можете прокомментировать их? Вы знаете, слышал чуть-чуть один раз, и все. Не слышал. А как вы думаете, почему народ не знает, что там происходит? Там действительно что-то происходит? Ну, что-то происходит. Ну, я слышал один раз, чуть-чуть. Я обращу внимание. Вот вы слышали, сейчас у нас в Ингушетии что-то происходит? Если честно, за новостями не слежу, вообще. Новости не смотрю. Нет, не слыхал. Что там сейчас забастуют люди, забастовки проходят? Нет, не слыхал. Серьезно не слышали? Нет. Нет, не слышала. Не слышали? Не слышала. Ну, что там люди протестуют, голодовку объявляют. Я не слышала, честно. Нет, про Ингушетию нет. Про Чечню, да, я слышала. Что там обижаются на Кадырова. Вот это я слышала. Это я нет, не слышал. Честно, даже у меня ни интернета нету. Ничего. Какие каналы предпочитаете смотреть? Ну, предпочитаю РЕН-ТВ и, скорее всего, детские карусели. И все. Друзья, по результатам опроса напрашивается вывод, что российские СМИ с событиями в Украине словно ширмой искусно маскируют то, что творится в родном Отечестве. Обязательно напишите нам в комментариях, что вы думаете по этому вопросу. Подписывайтесь на наш канал Аврора. И до скорой встречи. И до скорой встречи.